Все мы слышали историю о собаке по имени Хатико, которая всю жизнь ждала своего хозяина. Эта история не менее трагична. В 2005 году на одном из пешеходных переходов в Капсомольске-на-Амуре случилась огромная трагедия. Недалеко от небольшого сквера автомобиль сбил мужчину с собакой. Мужчина скончался от полученных травм на месте. У собаки была повреждена лапа. Кто-то говорит, что ее забрали на лечение в ветеринарную клинику. Кто-то, что она просто на какое-то время исчезла. Затем милая Найда появилась вновь на месте трагедии. Мохнатая рыжая дворняжка прибежала к автобусной остановке, которая находилась поблизости от места ДТП, и начала встречать подходящие к ней автобусы, как будто кого-то ждала. Местные жители собаку узнали и прогонять не стали. Люди догадывались, кого именно она надеется увидеть. Так Найда поселилась у автобусной остановки на проспекте Ленина. Очень тяжело сейчас записывать этот ролик, потому что эмоции зашкаливают и слезы льются. Передается боль, которую испытывала верная собачка. К ее преданности горожане с самого начала относились по большей части с восхищением. Найду не могли оставить в беде одну. Ее подкармливали, лечили. Построили ей сначала одну, а затем сразу две будки. Найда стала историей. Про мужчину, который погиб на проспекте Ленина, ничего не известно. СМИ, в том числе и местные, неоднократно освещавшие историю Найды, про него никогда не писали. Судя по тому, что Найда почти сразу вернулась к месту происшествия, и ее никто не хватился, он был одиноким. И так и вошел в историю, как погибший хозяин дальневосточного хатика. В течение первых лет сердобольные местные жители несколько раз пробовали устроить собачью судьбу. Заканчивались все попытки одинаково. Найду отдавали в добрые руки. Она сбегала и возвращалась на свой пост. Слишком уж преданно она была. В конце концов, от попыток пристроить строптивицу отказались даже самые увлеченные активисты. Тем более, что собака, пусть и ладила с прохожими, действительно отличалась пугливым нравом. Чужих опасалась, еду принимала только от знакомых. Нервничала, когда оказывалась в незнакомых местах. По сути, ничейной Найда к концу жизни уже не была. Во многих публикациях говорится о местной жительнице по имени Татьяна, которая много лет ухаживала за Найдой. В интернете некоторые называли женщину хозяйкой собаки. На проспекте Ленина Найда провела 12 лет. То есть, даже несмотря на стресс и сложные уличные условия, она прожила долгую по собачьим меркам жизнь. Трудности начались в 2015 году, когда в ее родном сквере начались работы по облагораживанию территорий. Чтобы не травмировать животное, за судьбой которого пристально следили многие жители города и, как минимум, большинство жителей района, руководство Комсомольска-на-Амуре решило временно отдать Найду на попечение сотрудников питомника. Ни Найде, ни жителям города решение, судя по всему, не понравилось, не пришлось по душе. Жители города говорили, что собака отказывалась от еды и очень чувствовала себя плохо. Одновременно в администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали журналистам о многочисленных обращениях с просьбой вернуть собаку на прежнее место. Найде было очень плохо. Она буквально погибала. Ее глаза как будто гасли. В результате от планов передать ее зоозащитникам решили отказаться. Найда вернулась в сквер, побив таким образом рекорд хатика. Тот прождал хозяина 10 лет. Пытаясь компенсировать собаке неудобства, в сквере даже установили еще одну будку. Но прожила собака там недолго. В августе 2016 года Найду недалеко от той самой остановки спила машина. Второй раз за ее жизнь. И после этого собаку все-таки отвезли к зоозащитникам в центр. А там она вскоре умерла. На руках той самой Татьяны, которая ухаживала за ней несколько лет. Сотрудники центра объяснили, что произошло это скорее от старости, чем от полученных травм. Возможно, не прошел даром и стресс, связанный с переселением на время ремонта сквера, а также сами изменения в привычном для нее месте обитании. Собака Найда недавно оказалась в нашем приюте после того, как попала под колеса автомобиля. Ее привезли с несильными ушибами, диагностировали также проблемы с почками, пролежни. Инфекции не было. Она прожила неделю, отказывалась от еды и питья и умерла на руках у курировшей ее женщины. В городе новость активно обсуждали. Некоторые считали, что питомник забрал собаку ради своего пиара. Некоторые из интернет-пользователей и вовсе говорили, что всему виной городские власти и коррупция, мол, пока осваивали деньги на сквер, сгубили собаку. Но, скорее всего, Найда и в самом деле умерла от старости. И, как отмечали некоторые жители города, ее жизнь в итоге была не худшей из возможных для бездомного животного. Тогда же в городе появилась мысль увековечить память собаки. Предлагалось в том числе поставить недалеко от остановки лавочку ожидания с ножками, ножками в виде собачьих лав. Смерть Найды жители приняли очень близко к сердцу. Люди постоянно звонят из других городов, не просто выражают соболезнования, а плачут, скорбят, приносят цветы к будке, ставят свечи. Вот так эта верная собачка задела сердца многих людей. Не каждый человек достоин такой собаки. В городе начали собирать деньги на сооружение памятника собаке. По собственной инициативе неравнодушные жители Комсомольска-на-Амуре построили Найде две новые будки и решили, что нужно установить скульптуру в честь собаки в центре сквера, как это сделали японцы, увековечив память пса-хатика. Однако Найда не дождалась памятника. Скорбное известие о том, что преданной дворняге больше нет, разнеслось по новостным лентам спустя буквально пару недель после того, как о ней узнала вся страна. Отмечалось в описании. Проект по сбору средств завершился в июле прошлого года. К этому моменту с помощью интернет-пользователей удалось собрать 396 тысяч. Еще до его завершения эскиз памятника монумента высотой около полутора метров сделал комсомольский художник Игорь Руттер. Выполнил памятник в итоге местный же архитектор Евгений Петров, работа которого уже стоят в городе. Скульптуру собаки, установленную на постамент, решили поставить не в центре сквера, а у той самой остановки, где Найда провела больше 10 лет. Действительно ли она столько лет ждала именно хозяина, конечно, точно неизвестно. Кинологи говорят, что некоторые собаки способны тосковать по человеку годами, но со временем все-таки его забывают. Поэтому не исключено, что к концу жизни Найда в большей степени руководила память места, или она действительно была уникальна. Есть два варианта. Либо это очень редкий случай, когда у собаки была сильная связь с хозяином, и она действительно его ждала. Либо собака оставалась на месте аварии в ожидании человека какое-то время, а затем ее стали подкармливать ухаживать за ней, и она просто привыкла. На уровне рефлексов это место связалось с получением положительных эмоций. Но в целом не так важно, почему Найда оставалась у сквера столько лет, если она смогла объединить жителей города, и чего уж нам увековечить памяти хозяина. Так и оставшимся безвестным.